Начали пять лет назад и до сих пор не завершили строительство новой дороги в обход Осиновского перевала на востоке страны. Более того, работы заморожены последние три года. Что мешает продолжению проекта, выясняла Анелли Сембердина. Новая дорога в обход Осиновского перевала – один из важнейших инфраструктурных проектов в регионе. От нее буквально зависят жизни людей сразу двух районов – Алтая и Катон-Карагая. И десятков тысяч туристов, которые приезжают сюда ежегодно. Ведь строящиеся 32 километра позволили бы выпрямить трассу и обойти самые опасные участки Невростого пути. Только вот пока они заброшены и пустуют, а люди вынуждены ездить по старой дороге. Вот это те самые серпантины, которые обычно внушают страх начинающим водителям, а зимой представляют опасность для всех автолюбителей. Поэтому новая дорога в обход Осиновского перевала позволила бы как раз избежать этих участков и сократила бы, а главное – обезопасила путь до любимых туристических достопримечательностей региона, таких как Бухтарма, Катон-Карагай, Рахмановские ключи. Усть-Каменогорец Аскаро-Разбаев по этой дороге ездит постоянно уже 9 лет. Навещает родных в Алтая, иногда подвозит знакомых. Признается, каждый раз переживает, чтобы довести всех в полной сохранности. Зимой тоже дороги часто закрываются в метель. Конечно, хотелось бы, чтобы дорогу поскорее закончили и благополучно ездили в гости. Особенно переживаем за маленьких детей, когда в машине они с нами. Не в восторге от трассы и попутчик Аскара Рамили Самудзинов. У нас тут серпантинные дороги, разбитые все. Приходится часто выходить на встречную полосу и создавать аварийную ситуацию. В областном филиале Национального центра качества дорожных активов подтверждают. С начала года именно на этой трассе выявлено уже 24 нарушения. Зимой это были снежные накаты, сужение и без того узкой опасной дороги. Сейчас выбоины, пучинистые участки, дефекты знаков. Новая дорога же в идеальном состоянии, только вот ведет пока в никуда. Работы остановились на месте будущего моста из-за бюрократических проволочек. Из-за лесфонда земледорожникам одно министерство не могло передать в другое 4 года. Подрядчик, до этого трудившийся ударными темпами, ждать отказался. И проект с 2019 года повис в воздухе. И даже новый тендер ситуацию не спас, так как из 18 миллиардов тенге половина уже истраченной. Ну, грубо говоря, по 50% денег осталось, но этого недостаточно, учитывая, что у нас сметная база растет, цены растут на строительные материалы. То есть удорожание у нас сейчас ориентировочно до 30%. Это предварительно. Значит, после прохождения госэкспертизы уже будут у нас более реальные цифры. Сейчас проект проходит корректировку, и процесс этот может затянуться до конца года, говорят специалисты. Потом нужно будет ждать финансирования, и, похоже, в ближайший год и даже два дорога так и не будет завершена. Анна Лисенберг, Нижгеря Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.